Добрый вечер! С вами в эфире радиостанция «Радонеж». Сегодня с вами Протерея Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове. И тема нашей сегодняшней передачи – это Божественная Литургия. Но мы с вами будем рассматривать не сколько ее богословское содержание, сколько рассмотрим те тексты, которые мы с вами слышим за Божественной Литургией, именно те тексты, которые по большей части слушают прихожане в наших храмах и которые, с одной стороны, являются очень глубокими по своему содержанию, с другой стороны, поскольку уровень знания церковнославянского языка не у всех одинаковый, то иногда происходит либо неправильное понимание этих очень важных молитвенных текстов, либо полное их непонимание. И сегодня мы постараемся разобрать с вами самые, на мой взгляд, интересные и сложные моменты этого самого главного для нас богослужения, за которое мы с вами причащаемся святых тел и крови Христовых, становимся едиными со Христом и обретаем самое тесное общение с нашим Спасителем. Первая часть литургии, которая носит название Проскомидия, что значит принесение, как правило, те, кто стоит в храме, не слышат этой части литургии, поскольку священник совершает все положенные действия и молитвословие этой части во время чтения так называемых часов, третьего и шестого часа. И вторая часть божественной литургии, которая называется литургия оглашенных, поскольку на ней еще в древности возможно было присутствие людей некрещенных, но которые готовились к тому, чтобы принять таинство крещения. В связи с этим и эта часть литургии получила свое название. Здесь мы можем слышать и Екатении, и пение псалмов, и, что самое главное, чтение Священного Писания, как отрывка из апостольской части Нового Завета, так и чтение одного из четырех Евангелий. В древности после чтения Священного Писания положено было произнесение проповеди с объяснением того, что было прочитано. И в силу этого для оглашенных эта часть литургии была очень интересна и являлась необходимым введением в церковную жизнь. Но сегодня мы немножко упростим себе задачу и поговорим о тех молитвословиях, которые мы слышим, начиная с возласа литургии, «Благословенное Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресне, во веки веков. Аминь». И первое молитвословие, которое мы слышим, называется «Мирная Екатения». Своё название она получила от первого прошения, которое звучит так «Миром Господу помолимся». О каком мире здесь идёт речь? Иногда мне приходилось слышать разные объяснения этого прошения, и иногда это объяснение не всегда было правильным и удовлетворительным. Неоднократно я слышал, что многие понимают эти строки именно как «помолимся все вместе», «всем миром». Да, безусловно, слово «мир», оно в русском языке, особенно в 18-19 веке, оно могло означать не только мир как мир окружающий, но и мир в смысле люди. Но всё-таки, если мы обратимся с вами к греческому тексту Божественной Литургии, на котором она изначально была написана, то правильно было бы перевести это прошение так. «В мире Господу помолимся», то есть именно в мире души, в мире как состояние. Если мы посмотрим на церковнославянский текст Божественной Литургии, то мы увидим, что слово «мир» здесь написано через так называемую восьмеричную букву «и». Именно букву «и», знакомую нам и по русскому языку. Так вот, слово «мир» по-церковнославянски написано через так называемое восьмеричное «и», обозначает именно состояние, а мир, которое, слово «мир» написано через десятиричную букву «и», которая больше напоминает нам «и» в английском языке, это слово будет обозначать мир, именно мир окружающий. Так вот, церковь нас с самого начала литургии призывает помолиться в мире друг с другом и в мире душевном. Следующее прошение «мирные к тени», оно звучит так. «О свышнем мире и о спасении душ наших Господу помолимся». Правильный перевод этих строк будет следующий. «О мире, который всходит свыше». Здесь мир имеется в виду тоже как состояние души, и мы просим, чтобы этот мир души даровал нам Господь, как бы сверху, не послав нам благодать, которая и сделает нашу душу мирной. Следующее прошение «мирные к тени» содержит такие строки «О благосостоянии святых божьих церквей». Иногда приходится слышать, что это слово произносит неправильно, «О благосостоянии святых божьих церквей», что невольно наводит на мысль о неком материальном их состоянии. Что, конечно же, неправильно, поскольку благосостояние имеется в виду именно как стояние и сохранение церкви во благе, в добре. То есть мы просим, чтобы люди церкви, они пребывали в истине, в добром устроении души и во всяком благе, которое дает Господь. Следующее прошение, которое может вызвать определенный интерес, это прошение о стране, о богохранимей стране нашей, властях и воинстве. Иногда добавляют «О народе я, Господу помолимся». Действительно, в древности здесь произносились имена императоров, имена царской фамилии, и выражение о властях и воинстве я, которое в данном случае заменило молитву, заменило молитву о императоре, уже было введено в советское время, что, конечно же, исторически вызывало некоторые смущения в церковном народе в то время. Иногда известно нам из различного рода мемуарных источников некоторые диаконы, которые смущались произносить вот это прошение на новый, скажем так, современный революционный лад, они говорили о стране нашей, областях и воинстве я. Ну, в общем-то, там уже трудно было доказать, что именно произносил диакон области или власти. Вот иногда прибегали к такой хитрости, которую, конечно, мы не можем похвалить, но она свидетельствует, в общем-то, о некой внутренней дилемме, которую исторически переживали наши люди. Вот очень непростой для церкви период. О благорастворении воздухов. Вот тоже строчка, которая иногда вызывает некоторые вопросы. Действительно, здесь мы видим отражение еще древних представлений о том, каким же образом появляется хорошая погода, благоприятствующая тем или иным людским делам, созреванию урожая. И древние считали, что это зависит от соотношения тех или иных элементов в воздухе. От этого и происходит это слово благорастворение, то есть благое смешение, благое соединение разных элементов воздушной среды. Но если переводить это на современную надту, мы здесь просим о благоприятной погоде, о благоприятных природных явлениях. Вот мы видим, что церковь и такую сторону человеческой жизни не упускает и сопровождает своей молитвой. Сейчас у нас есть возможность в прямом эфире задать вопрос. Я сообщаю телефон нашего прямого эфира. Вы также можете прислать свои вопросы коротким смс-сообщением на номер 5522. В начале сообщения, пожалуйста, пишите слово «вера» и через пробел пишите свой вопрос, который хотите задать. Сейчас у нас есть вопрос в эфире. Пожалуйста. Добрый вечер, Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Простите, пожалуйста, я как раз вопрос хотела задать по поводу поведения сейчас во время Дней подготовки к Пятидесятнице. На евхаристическом каноне в конце уже, когда возглашается за страхом Божиим и верой приступите, мы вставали на коленочки. Да, колено покланное было у нас обращение. А сейчас, вот до Троицы, мы не... батюшка не благословляет нас. Но у нас есть такие ситуации, вот в частности в нашем храме, когда читаются на разных праздничных службах Акафисты, и в молитве, обращенной ко святому, батюшка другой, например, предлагает всем встать на колени. Вот как поступать в такой ситуации? С одной стороны, вроде бы как и нельзя, а если сам священнослужитель дает пример, то, получается, мы должны тоже ему следовать. Спасибо за ваш вопрос. Да, действительно, согласно правилам Труйского собора, это один из наиболее авторитетных в каноническом смысле соборов православной церкви, каноны которого являются очень важными для организации церковной жизни. Так вот, правила эти гласят, что действительно, начиная с праздника Пасхи до праздника Пятидесятницы, в храме не совершаются коленопреклонения. Подобного рода установления является выражением пасхальной радости, некого особого сознания нашего усыновления Богу, и в этот период коленопреклонения, как проявление покаянной дисциплины, покаянного состояния души, эти коленопреклонения, они запрещаются. Поэтому совершенно правильно, что в эти дни вы не становитесь на колене в храме. Что же касается тех ситуаций, которые могут возникать в храмах, когда кто-то отходит от этих правил, ну, нужно относиться к этому спокойно, как бы понимая, с одной стороны, смысл этих установлений, но, с другой стороны, мы понимаем, что речь идет об обрядовой стороне богослужения, и в данном случае мы должны выбрать, что или вместе со всеми, и со священником, который встает на колени, встать и помолиться, и получить благодать, либо, в общем-то, про себя смутиться, или, когда все встали на колени, может быть, демонстративно этого не сделать, конечно, это будет неправильно. То есть по букве это, может быть, будет правильно, но по духу происходящего на богослужении, а надо сказать, что слово «литургия» в переводе означает «общее дело». Так вот, в широком смысле, литургия называется любое христианское богослужение, именно как общее дело, общее дело молитвы всего церковного народа. И поэтому некая общность действий, она здесь очень важна, как проявление нашего понимания друг к другу, проявление нашего единства, проявление нашей любви. И поэтому, может быть, делать в такой ситуации какие-то замечания будет неуместно. Как говорит апостол Павел, знание, оно надмевает, а любовь назидает. Поэтому мне кажется, что в такой ситуации лучше сделать именно как все. У нас есть еще один звонок, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка Васильевна, Москва. Я хотел бы вам задать вопрос по поводу подготовки и причастия. Скажите, пожалуйста, после Пасхи у нас неделя до... Без поста. Без поста. Вот как причащаться? Нужно ли поститься, воздержаться от пищи? Или можно кушать любую пищу? И так же после Пятидесятницы, после Дня Святого Духа, тоже соединиться без постных дней. Скажите, пожалуйста, вот как там тоже подготовиться к этому причастию? Спасибо. Спасибо за вопрос. Здесь нужно обратиться за разъяснениями к одному из документов, который недавно появился. Это документ, который велся плодом такого общецерковной мысли. Это документ, который можно прочитать на сайте Московской Патриархии об участии верных в Евхаристии. Это документ межсоборного присутствия, который был утвержден Архиерейским собором. И в частности там оговаривается правило причащения во время так называемых сплошных седмиц. И к причастию в эти дни мы подходим без поста. То есть есть время поста, и есть время некого отдохновения от поста. Это не означает, что в эти дни можно и нужно объедаться или как-то обжираться, чьего угодья оно в любом случае будет грехом. Но именно в еде мы в данном случае не соблюдаем определенных правил того воздержания, которое есть в Великий Пост. Но при этом мы причащаемся, поскольку и устав церковный нам предписывает в дни света недели наслаждаться святых христовых тайн. И в этом нет нарушения какого-то церковного закона или благочестия, или благоговения. Но для всего есть время и радости, и время и некой скорби о грехах. И вот церковь, она очень мудро эти времена распределила. Поэтому, не сомневаясь, можно приступать к причастию без поста. Но здесь я вынужден напомнить очень важный момент, что все-таки древнецерковное понимание поста, оно предполагало неедение до определенного часа. То есть то, что мы воздерживаемся от неких видов пищи в пост, это больше относится к постному воздержанию. Но сам пост, это именно когда человек не ест определенное время. Ну, как правило, до девятого часа дня или до вечерни. К сожалению, такое правило поста, оно в наше время является в определенной степени утраченным, особенно в обычной церковной жизни. Иногда сохраняется в некоторых монастырях. Возможно, здесь есть какое-то естественное течение церковной истории, церковной жизни, и формы благочестия, тоже периодически они меняются, оставляя как бы неизменной свою суть. Но все-таки древний пост, древний христиан, он походил больше на то, как сейчас, например, постятся мусульмане, когда они не едят до вечера. И на самом деле эта традиция, она, конечно, не мусульманская, она была взята именно у христиан. И, в общем-то, это и есть правильный пост. Но я не хочу сейчас в данном случае кому-то рекомендовать это. В любом случае, это нужно делать по совету своего духовника и ни в коем случае не предпринимать это самому по собственному желанию, ибо не всегда можно правильно оценить свои духовные силы. Мы с вами продолжаем разбирать интересные и сложные тексты божественной литургии. И следующее, о чем бы мне с вами хотелось поговорить, это о так называемой сугубой Екатении, которая читается после чтения Евангелия. Ряд прошений сугубой Екатении, он посвящен прежде всего различным церковным служениям или различным группам христиан, которые то или иное благое дело совершают для церкви. То есть, если мирная Екатения, она имеет более общий, широкий охват нужд и просьб человека, то сугубо Екатения это молитва именно о конкретном церкви, о конкретной христианской общине. И здесь есть ряд моментов, которые, я думаю, нам будут очень интересны. Ну, во-первых, есть такое прошение, еще молимся о братьях наших, священнице, священномонасьях и всем во Христе братстве нашим. Хотя сейчас мы, в общем-то, под братством христиан, мы можем понимать всех нас, можем понимать какой-то отдельный приход, если при приходе есть братство, то, конечно, это будет какое-то конкретное братство, но исторически это прошение появилось в составе Екатении благодаря именно Иерусалимской практике служения. Вы знаете, что все критики священнослужители Иерусалимской Церкви являются членами так называемого Святогробского Братства или Братства Агиотофитов, и в данном случае исторически подчеркиваю это прошение именно о членах Святогробского Братства. Ну, конечно, сейчас в наших условиях это не мешает нам давать вот этому прошению более широкое объяснение и толкование. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божьих, братья и святого храма сего. Смысл этого молитвословия понятен, но я хочу подчеркнуть, что сугубая иктинья она направлена именно на молитву о конкретных прихожанах, имеет более узкий охват, нежели мирная иктинья, и поэтому здесь это прошение подчеркивает молитву конкретно о тех, кто стоит в храме. А вот следующая молитва о плодоносящих, добродеющих во святем и всечестнем храме всем труждающихся, поющих и предстоящих людях. Кто такие плодоносящие? Плодоносящие это те, кто плоды своих трудов приносит в храм. Иногда в церковных записках неправильно беременных именуют плодоносящими, в общем-то следует писать скорее непразные или по-русски беременные, но плодоносящие именно в прошении этой тени это те, кто совершает те или иные жертвоприношения или приношения в храм на его нужды. Кто такие добродеющие? Добродеющие это именно те прихожане, которые что-либо доброе делают своими руками, своим собственным трудом для церкви. А вот кто такие труждающиеся? Конечно, сейчас мы можем понимать, что речь идет о каких-то сотрудниках храма или о тех людях, которые особым образом помогают в храме и несут различные служения или миссионерские, или занимаются молодежью, или, допустим, занимаются делами милосердия. Но происхождение этого выражения «труждающиеся» исторически оно очень интересное. Труждающимися называлось особое служение христиан. Древней церкви именно тех христиан, которые занимались и, в общем-то, на их совести, на их обязанности лежало христианское погребение усопших. То есть, когда какой-либо член христианской общины или прихода он представлялся, умирал, то эти люди от лица церкви брали на себя организацию похорон и именно так, чтобы они прошли достойно и сопровождались необходимыми христианскими обрядами. И в нынешней истории церкви, наверное, это служение, к сожалению, является утраченным, но, тем не менее, истоки этого термина мы с вами должны знать, хотя, возможно, что сейчас мы это будем понимать совсем по-другому. Дальше, дорогие друзья, наверное, следующее песнопение божественной тургии, о котором бы я хотел упомянуть, это так называемая херувимская песнь, она вызывает наибольшее количество вопросов, и, к сожалению, иногда даже в литературе, объясняющей последований тургии, мы можем прочитать неправильное объяснение вот этого, этой молитвы, этого гимна. Но сначала несколько слов скажу об этом моменте. В общем-то, почему потребовалось сочинение этого гимна, почему мы наблюдаем в ходе богослужения здесь некую паузу, то есть, явно, поскольку это песнопение поется медленно и спокойно, подразумевается, что священнослужители в алтаре что-то должны успеть сделать в этот момент. Что же происходит? Происходит следующее. Хлеб и вино, которые приготовлены для совершения Евхаристии, которые в данный момент находятся на святом жертвеннике, священнослужители во время херувимской песни берут эти дары, которые являются хлебом и вином, выносят их через северные двери алтаря, проносят по солье через амвон и заносят в алтарь для того, чтобы положить их на святой престол, после чего и будет совершена молитва об освящении этих даров, и они станут телом и кровью христовыми. Во время так называемого Великого Входа, а именно так называется этот момент Божественной Тургии, не следует вставать на колени, поскольку переносимая из жертвника в алтарь не является еще телом и кровью христовыми, но является только хлебом и вином, приготовленными для таинства. Например, на литургии прежнесвященных даров в подобный же момент Великого Входа, но, правда, там поется другое песнопение, ныне Сила Небесная, люди становятся на колени. Но почему? Потому что на литургии прежнесвященных даров с жертвы на престол переносятся уже освященные на воскресной службе дары, переносятся именно тело и кровь Христовы, и в силу этого во время Великого Входа на литургии прежде священных даров, мы, конечно, выражая благоговение к святым дарам, обязательно встаем на колени. Но теперь давайте все-таки перейдем к объяснению Херювимской песни. Я сейчас прочитаю ее, а потом мы с вами шаг за шагом постараемся объяснить содержание этой молитвы. Иже Херювимы тайно образующие, и животворящие троицы, тресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское, отложим попеченье. Яко до царя всех подымем, ангельскими невидимо дари носимо чин мне. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Итак, что значит иже Херювимы тайно образующие. Правильным переводом этих строк будет следующий. Мы, которые таинственно изображаем Херювимов. Здесь следует дать некое пояснение к слову тайно. По-гречески мистикоз. Это наречие, которое скорее следует перевести так участвую в таинстве. Или приобщаясь к этому таинству. То есть мы участвуя в этом таинстве изображаем собой, то есть стоя в храме и совершая это служение, мы изображаем собой Херювимов. Здесь слово тайно не от слова тайно, в смысле что-то скрытое или неизвестное, а от слова таинства, таинства ритургии, таинства мы называем те священодействия православной церкви, которые сообщают нам божественную благодать. И поскольку сейчас совершается таинство Евхаристия, таинство Прочищения, и вот мы приобщаемся этому таинству и участвуя в нем, мы, люди, стоящие в храме, здесь в этой молитве сравниваются с Херювимами, ангелами, которые предстоят божественному престолу. И уже эти первые строки, они показывают нам, насколько мы должны быть благоговейны в этот момент, насколько мы должны быть сосредоточены, ни в коем случае не разговаривать в храме в этот момент, ни ходить, ни ставить свечу, ни заниматься какими-то другими делами, поскольку нам оказана очень высокая честь, как ангелам предстоять пред Господом. И животворящий троице, тресвятую песнь припевающая. Ну, эти строки недостаточно понятны, небольшое пояснение я только сделаю к слову припевающая. Припевающая, значит, в данном случае воспевающая, сейчас в русском языке припевать, ну, имеет несколько иное значение, это вместе с кем-то петь или кому-то подпевать, но в данном случае здесь имеется в виду просто пение этой песни. «Всякое ныне житейское отложим попечение». Ну, слово «попечение» можно здесь перевести как слово «забота», «суета». В греческом языке здесь стоит слово «веотекин», то есть всякую суету нашей жизни мы должны отложить. Ну, а почему? А вот потому что первые строки этой молитвы, они нам говорят о том, что раз мы подобно херувимам предстоим пред Господом, то, конечно же, здесь уже не до обычной суеты и обычных мирских дел. Первая половина херувимской песни поется хором, после чего священник и дьякон выходят на Амвон, поминают святейшего патриарха, епископа, митрополита, стоящих в храме и затем заходят вместе с приготовленными дарами в алтарь, после чего хор допевает вторую часть херувимской песни. Якода царя всех подымем, ангельскими невидимо, дареносимы чинами, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Что значит якода царя всех подымем? Перевод следующий. чтобы встретить царя всех. Да, я здесь не оговорился, не ошибся. Действительно, в греческом тексте херувимской песни причастие, которое стоит здесь, оно переводится именно как примем или встретим. поэтому тот перевод, который мы сейчас имеем, он здесь не совсем точен. Речь идет именно не о подъятии царя, а о его встрече. Итак, мы изображаем херувимов и отложили всякое житейское попечение, чтобы встретить царя всех, бога, царя всей твари. Английскими невидимо, дареносимы, чинны. Наибольший вопрос здесь вызывает слово дореносимы. Да, действительно, это слово, которое переведено наполовину на церковнославянский язык, но половина этого слова оставлена на греческом языке. По-гречески оно звучит как дори форуменон. Что же значит дореносимы? Дорис по-гречески значит копье. И как нам может показаться на первый взгляд, то это слово переносится как копья носима. Действительно, мы можем в некоторых руководствах и объяснениях встретить следующие мысли, что якобы в древности в Риме, Византии была традиция, когда император или победитель торжественно с триумфом вступал в город или шествовал и при этом воины держали скрещенными копья, на эти копья клался щит и на этом щите восседал император или полководец и вот торжественный вход господа он здесь уподобляется вот такому шествию, которое люди знали из истории. Конечно, объяснение достаточно заманчивое, вроде как оно подкупает своей историчностью. Действительно, ну, может быть, не во время триумфа, но во время избрания императоров, а в истории Византии были периоды, когда императоры избирались войском, действительно, императоры поднимали на щите, да, и, возможно, этот щит держали на копьях каким-то образом, но смысл это слово несколько иной. Глагол, от которого образовано это причастие, он переводится не носить на копьях, а носить копье. Копьеносцем в древности назывался член стражи, член свиты, и поэтому дорефор или копьеносец обозначал человека спутника. Это слово имело широкое значение, например, луна могла называться дорефором Земли, то есть у нас спутник Земли, то есть о копье уже здесь не идет речи, а остается просто значение сопровождения кого-либо. И, соответственно, глагол дорефорео греческий, он означал просто сопровождать кого-либо. А пассивное причастие, которое мы здесь видим, дореносимо, означает, что не носить кого-то на копьях, а просто сопровождать кого-то. Поэтому в данном случае Господь, царь всех, которого мы встречаем, не идет невидимо в сопровождении ангельских чинов. Или, если мы будем переводить греческого языка, слово Чинми, Таксисин, речь идет именно о бангельских полках. И сейчас я позволю себе прочитать целиком Херувимскую песню вот в неком переводе тире объяснений. Итак, мы, участвуя в таинстве, таинственно изображаем Херувимов, и животворящей Троице воспеваем тресвятую песнь. всякое сейчас житейское мы отложим по печенью, всякую житейскую заботу, чтобы встретить царя всех, который шествует невидимо сопровождаемый ангельскими полками. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Осталась еще одна загадка в этой молитве. Что значит тресвятая песня? К чему относят эти слова? Или к молитве свят-свят-свят или святые божьи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Или же имеется ввиду трекратное произнесение Аллилуйя в конце херувимской песни. Аллилуйя в переводе с еврейского означает хвалите Бога. Но есть еще одно объяснение, которое мы можем отчасти понять по следующему примеру. Я думаю, что наши слушатели могли читать следующее выражение церковно-славянское морское треволнение. Но это выражение не означает, что какие-то три волны, а имеется ввиду очень сильное волнение. Поэтому возможно, что в данном случае три святая это такой способ образования превосходной степени, поэтому скорее всего можно это переводить как святейшую песнь. То есть не ту песнь, которая трижды произносится, а именно как святейшую песнь, молитву особую, молитву, которую мы воспеваем Богу с особым благоговением и особым расположением. И действительно Хервимская песня и Великий Вход, они особым образом делят литургию на две части, поскольку перед Великим Входом те, кто не принял Таинство Крещения или те, кто готовится принять Таинство Крещения, они называясь оглашенными выходили из храма, о чем свидетельствовал возглас диакона оглашенные из Эгити. Сначала над ними читалась молитва главопреклоненная и диакон обращался к ним со словами главы ваши Господи вы преклоните. Оглашенные не крещенные но готовящиеся принять крещение преклоняли головы, получали благословение и исходили из храма. Само собой разумеется, что тем из нас, кто стоит в храме, кто является крещенным, возрожденным через свое крещение, в этот момент не следует преклонять свою главу. Следующий эпизод божественной литургии, к которому мне хотелось бы обратиться, это так называемая просительная ектинья, которая произносится перед пением символа веры. Я разберу лишь отдельные фразы из этой ектиньи, которые мне кажутся необходимыми для пояснения. «Исполним молитву нашу Господеве, о предложенных честных дарях Господу помолимся». В каком смысле мы молимся о предложенных на престоле честных драгоценных дарах? А именно мы молимся о том, чтобы Господь соделал их своим телом и кровью, и мы удостоверились причастия Христа. «Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно». Что за совершенный день? Смысл этой фразы очень простой. День, который наступил, день, который совершается. День, который мы сейчас переживаем. Дальше. «Ангела мирно, верно наставника, хранителя души через нашу Господа просим». Что за верный наставник? В греческом тексте литургии он наставник одигон, то есть путеводитель. «Ангела мирного, верного путеводителя, то есть наставника нас на пути спасения». Мы просим, что Господь нам даровал такого ангела. Дальше. «Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим». Мне бы хотелось обратить особое внимание на фразу «доброго ответа на страшном судище Христове просим». Первая мысль, которая приходит, когда мы слышим эти слова, это мы просим, чтобы Господь нам по-доброму ответил на страшном суде, чтобы его приговор в отношении нас был добрым, оправдательным. Однако же оригинальный текст божественной литургии, он все-таки вкладывает в эти строки несколько иной смысл, а именно мы просим, чтобы Господь дал нам достойно ответить на страшном суде. То есть добрый ответ предполагается в данном случае с нашей стороны. Конечно, мы его и от Господа желаем, но смысл именно этого текста в том, чтобы Господь дал нам непостыдно ответить на страшном суде. Мы с вами все ближе и ближе подходим к самому главному моменту божественной литургии, той части литургии, которая называется литургии верных. Эта часть называется евхаристический канон или евхаристическая молитва. Это именно та молитва священника, во время которой он просит неспоставить Духа Святого на хлеб и вино, чтобы Господь, Бог Отец соделал их телом и кровью Христа своего, телом и кровью своего Сына. Но перед этим мы с вами исповедуем православную веру. Всем храмам поем символы веры. Перед пением символа веры диакон возглашает следующие слова «Двери, двери премудростью вонмем». В древности в этот момент, как самый главный момент божественной литургии, положено было закрывать двери храма, чтобы ничто, никакая суета, ни кто-то случайно вошедший в храм не мог помешать святости и благоговению этого момента. Поэтому если вы в каких-то храмах видите традицию закрывать двери на момент христианского канона, а такая традиция в некоторых приходах присутствует, то не следует на это обижаться. Здесь как раз есть потребность следовать смыслу нашего богослужения. Что значит «премудростью вонмем»? После этих слов мы начинаем петь символ веры, который открывает нам содержание нашей веры. И поэтому дьякон нам предлагает внимать той премудрости, которую сейчас мы будем произносить своими устами. Почему сказано «премудростью вонмем», а не «премудростью вонмем», как следовало бы? Но есть такая особенность перевода церковно-славянских текстов, которые присутствуют в современном церковно-славянском изводе бухгалшебных книг, а именно дательный падеж, который имеет инструментальное значение и переводит именно творительным падежом. Но это не всегда оправдано. Например, в известном Ирмосе «жертву водою попалил Иси». Дательный падеж греческого языка здесь переведен творительным падежом, хотя правила грамматики здесь требуют перевести именно по-другому, а именно «жертву вместе с водою попалил Иси». Но нечто подобное происходит и в этих словах, поэтому, конечно, если говорить о правильном переводе, то следует произносить «двери-двери», премудрости вонмем, оставляя дательный падеж в его изначальном и простом значении. После того, как закончится пение символа веры, священник благословляет народ словами «благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога Отца и причастие Иисуса Христа» «буде со всеми вами» это слова из второго послания апостола Павла Коринфянам. Именно этими словами апостол Павел заканчивает свое послание и эти слова стали словами благословения, которые священник дает перед началом евхаристической молитвы. Что означают слова «горе имеем сердца»? То есть «высь к Богу устремим свои сердца». И священник призывает нас благодарить Господа. Он произносит «благодарим Господа». Именно поэтому эта молитва называется евхаристический канон. Евхаристия в переводе с греческого языка означает «благодарение», поскольку именно наше благодарение Богу за все является основой того, что Господь дает нам благодать, соделывает хлеб и вино своим телом и кровью, после чего мы их приобщаемся. В евхаристическом каноне есть несколько сложных для понимания моментов. Я сейчас постараюсь насколько это возможно их объяснить. После того, как во время пения положенных хором песнопения священник тайно читает евхаристическую молитву, после того, как он поблагодарил Бога за все, что Господь сделал за нас, за то, что Он нас создал, за то, что Он отпавших нас от Бога не оставил, но совершил наше спасение, после того, как священник в этой молитве вспомнит тайную вечерю, как Господь преподал своим ученикам тело и кровь и сказал «примите, едите сие из тела мое», после этого мы слышим следующий возглас «твоя от твоих тебе приносяща о всех и за вся». В этот момент в алтаре священник или диакон берет диск со святым хлебом и чашу со святой кровью и воздевает их пред Господом, признося эти слова. Что значит «твоя от твоих» тебе приносяща о всех и за вся? «твоя от твоих» то есть мы ничего не имеем своего, все нам дал Господь, поэтому даже те дары, которые мы приносим Богу, их дал нам Господь, поэтому мы Господи приносим тебе твое, то, что ты дал нам от твоих, то есть от всех нас. Что значит слова «о всех и за вся» «о всех и за вся» «за вся» смысл понятен, «за вся» здесь имеется в виду именно за все благодеяния, которые для нас сделал Господь. Ведь это мы смысл благодарственной евхаристической молитвы. А что значит выражение «о всех»? Вот у этого выражения «о всех» есть два варианта перевода объяснения. По-гречески «о всех» звучит как катапанта, что многими переводится как «везде», то есть мы приносим тебе, Господи, дары и жертвы по всему миру, во всех местах, где присутствует православная христианская церковь. Но есть и другое объяснение, а именно незадолго до этого в тайной молитве священник благодарит Бога и вспоминает спасительные действия Господа, а именно то, что он распялся на кресте, был погребен, воскрес, на третий день вошел на небеса, обещал нам славное и второе пришествия и повелел нам творить таинство Евхаристии в его воспоминаниях. И вот в данном случае выражение «о всех», по-гречески катапад, означает «мы, Господи, приносим тебе эту жертву в соответствии с тем повелением, со всеми твоими словами и заповедями, в соответствии со всеми теми благодеяниями, которые ты нам дал». Ну, здесь возможно как такое, так и иное понимание этих строк. Главное, чтобы мы участвовали в этой молитве осмысленно, с благоговением, и я думаю, что мы здесь вольны выбирать то понимание, которое нам ближе по душе. Но очень похожая фраза, которая произносится в конце евхаристического канона, а именно уже после того, как во время песнопения «Тебе поем, Тебе благоствуем, Тебе благодарим и молимся Тебе, Господи, Боже наш», произойдет приложение святых даров, и священник после этого начинает вспоминать всех святых, пресвятую Богородицу и молиться о различных нуждах христиан, здесь мы слышим следующее песнопение «И всех, и вся». Вроде бы смысл понятия, но не совсем понятно, зачем здесь присутствует это повторение «И всех, и вся». Так вот, если мы обратимся к греческому тексту Божественной Литургии, то здесь местоимение приведено в мужском и в женском роде, то есть имеется в виду, что мы молимся о всех стоящих здесь, и о мужчинах, и о женщинах. Заканчивается христианская молитва возрастом священника «И дашь нам едиными усты, единым сердцем славите и воспевайте причесное великолепо имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны за богослужением и знайте время начала христианского канона, которое начинается словами апостола Павла и благословением апостола Павла и заканчивается этим возрастом. В этот момент нельзя ходить по храму, заниматься посторонними делами, но всецело внимать церковной молитве. Ну, а сейчас, согласно традиции уже сложившейся, мы помянем наших благотворителей, которые жертвуют на радио Радонеж. Это Болящая Анна, Одар Корсений, Павел Владимир, Галина Маргарита, Марина Николай, Роман Никотина Игорь, Виктория Елена Нина, Заблудший Дмитрий, Тяжкоболящая Анна, Владислав Елисавета, Людмила, Ксения Анастасия, Младенец Иулиания, Георгия Наталья Елисавета, Макария, Емилия, Евгения, Галина, Алексей Александр, Надежда, Светлана, Дмитрий Иоанн, Сергий, Болящая Галина, Болящая Татьяна, Владелец Аполлинария, Елена Валентина. И просьба помянуть упокоение рабов божьих схемонахиню Накентию, Александру, Андрею Анисию, Серафиму, Антонину, Бенову Михаила, Константина Евгения, Клавдию Константина, Людмилу Софию и Анна Воина Романа. И сейчас мы примем звонок. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, а вы не упомянули возглас, милость, мира, жертву хваления? Объясните, пожалуйста. Да, да. Спасибо за этот вопрос. Действительно, мы упустили возглас, по поводу которого часто возникают вопросы. Дело в том, что в древних рукописях Божественной Литургии встречается несколько вариантов этого возгласа, один из которых милость, мир и жертву хваления. То есть, мы встаем, как говорит Диакон, станем добре, встанем со страхом, чтобы возносить в мире святое возношение, и как бы народ или хор отвечает, что это за возношение, которое мы будем приносить Господу? Это милость, мир и жертву хваления. Поэтому здесь некое несогласование потяжей нас может смущать, но речь идет именно о перечислении того, какие жертвы мы должны принести Богу. Мир души, милость по отношению к другим людям, а жертву хваления, хваление в Священном Писании, метафорически называется молитва. И сейчас, дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу, и осталось пять минут, в течение которых я постараюсь разобрать оставшиеся моменты Божественной Литургии, например, тот вознос, который мы слышим после второй просительной и к теньи. «Исподобен нас, владыка, с одерзновением, неосужденно, смейте, призывайте тебе небесного Бога Отца и глаголы те». Вот в свое время, когда святитель Иннокентий Вениаминов, просветитель Аляски, просветитель Северной Америки, он переводил Божественную Литургию на язык туземцев, на язык индейцев, леутских островов и Северной Америки, он столкнулся со сложностью перевода и что заставило его более подробно разобраться в греческом тексте и дать правильный перевод этой фразы. А смысл оказался очень интересный и вот я, пожалуй, сейчас со ссылкой на Светильной Акенте я и объясню. В чем заключается дерзость, с которой мы молимся, обращаемся к Богу? В чем она заключается? Мы просим, чтобы Господь сподобил нас с дерзновением неосужденно призывать тебе небесного Бога Отца. Но если более точно переводить согласно Светилю Акентею, то не призывать Бога Отца, а называть тебя Бога Отцом. Здесь есть определенная конструкция, она называется двойной винительный падеж и правильный перевод именно называть тебя Бога Отцом. В этом и заключается дерзновение, наше христианское дерзновение к Богу, что мы смеем Господа и Бога Творца называть своим Отцом. Ну вот такое интересное, как мне кажется, прояснение смысла этих строк, которое нам до нас дошло благодаря трудам святителя Иннокентия. Вослес, который мы слышим уже после молитвы Отче наш, после завершающего благословения, святая святым. Святая имеется ввиду святыня, тела и крови Христовых, которые лежат на святом престоле. Святым. Кто такие святые? Христиане. Да, действительно, здесь мы видим следование традиции священного Писания, в котором очень часто христиане называются святыми. Да, вот если читать послания апостола Павла, апостольские послания, такое намерение христиан в апостольский век было обычным. Понятно, что святыми христиане назывались не по своему состоянию настоящим, а скорее по своему призванию, но слов из песни не выкинешь, действительно, это древнее обозначение христиан, и смысл от возраста именно в том, что святыня, тело и крови, должна быть преподана святым, то есть христианам, всем стоящим в храме. Благодарственная екатинья, которую произносит дьякон, начинается со слов «прости приимше святых, причистых, бессмертных, небесных и животворящих страшных христовых тайн». Вот если в последовании богослужения слово «прости», оно означает «станем прямо», и в древнем богослужении оно обозначало момент, когда нужно было вставать на службе, поскольку сидение чередовалось с состоянием, то в данном случае, в данном контексте слово «прости» означает «истина», «правильно», «в правильном расположении души». То есть истина, достойно приняв божественных святых христовых тайн, мы благодарим Господа. Но я надеюсь, что наши с вами беседы, которые раскрывают там смысл и богатство наших богослужебных текстов, они еще будут в дальнейшем продолжены, если у вас будет на то желание, будет к этому интерес, но вот сегодняшний, мне кажется, очень важный разговор о божественной литургии, он подходит к своему завершению. Поэтому позвольте всех вас поблагодарить за внимание и поприветствовать вас пасхальным возрастом Христос, воскресе, воистину воскресе. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...